так добрый вечер ребята мальчики девушки как там смотрю мальчики девушки у меня на канале есть и мальчики девушки поэтому добрый вечер всем привет из латвии это опять я слушаете очень рад что вы подписываетесь смотрю там кто-то подписались потом отписались конечно ну не могу я для всех быть хорошим дядей вот кому то что то может не понравится и ну что что делать поэтому я рад 338 человек посмотрел статистику появилась казахстан откуда не смотрели смотрю англия юнайтед кингдом смотрю там латвия украина россия нидерланды дания литва о ребята смотрите и сегодня удивился что казахстан ну короче расширяется расширяется я так как на русском начал так youtube наверно этот как его youtube youtube рекомендует там по другим странам тоже получается в общем что я хотел сказать ребята смотрю что что-то вам надо пятница вечер чтобы вам было интересно вот за спиной у меня тоже домик такой демо какой домик я начал первый вот видите большие стеклопакеты дух двухскатные шале крыша в общем такие такие домики я разработал вот а тема такая смотрите так как я был жуликом и грешником особенно в 90-е годы когда союз распады распадался как я говорил завод раф работал ушел в армию вот и пришел с армии значит восемьдесят девятый год весна короче мне на заводе удалось купить микро автобус значит дышать рассказывать не буду как но факт такой что удалось собственности до в то времена это были но это привилегия до в латвии были собственные микро автобусы только много детным семьям и все ну и каким-то там чиновником чиновникам завода рафа в общем так как мой отец там работал через отца в общем выкрутили микро автобус собственный и началась движуха распался союз еще какие-то последние годы или что это было месяца какие-то уже латвийская там что-то таможня началась и что и все и короче я поехал так как я много был в россии в командировках ну так как завод раф закупал детали в нижнем новгороде то есть город горький бывшие да я был там по месяцам очень длинные командировки очень много там был раз и и и по месяц в общем командировки в горьком тоже другой раз расскажу почему как но от завода от рафа были командировки короче я начал смотреть какие-то бизнес и легал нелегал короче хотел одну историю рассказать как меня чуть не посадили в тюрьму в россии значит что я сделал я взял микро автобус раф так как у него рама из 2 из двойного швеллера вот короче я сообразил я всегда был жуликом всегда был грешником всегда у меня было идеи всегда хотел кого-то обхитрить и всегда был самый хитрый из армян это я андресиан в общем и что я сделал я микро автобус рафику двойное дно короче снизу фанера сверху фанерой посередине пустота примерно толщиной 15 сантиметров как рама значит и тогда у нас начался бум цветных металлов здесь латвии до начали военные базы всякие российские там демонтировать кабель имеет медь латунь медь короче скупка там контейнерами кораблями рижская мафия такая мафия там правительство там всякие наши люди туда-сюда правильные ну короче не буду про это но было много нелегала и короче туда-сюда и я решил слушайте подождите ребята у меня есть микроавтобус площадью какие-то два или три квадратные метра по толщине и 15 сантиметров толщины это большая квадратура получается кубатура да а медь медь-то тяжелая да и меди много не надо короче я сварил двойное дно все там покрасил сделал что сверху поднимается эти фанеры вот а снизу прикрутил там еще какая-то таможни латвийская российская вообще был только в себе же по волоколамки ехал там себе по моему вот там был вообще какой-то к контейнере все да там посмотрели в машине ночью с фонарчиком туда-сюда ну все все это развал союза и ничего серьезного еще не было тогда так можно было в общем первые пограничники таможенники там сформировались в общем я съездил москву в москве просто на дурочку просто на дурочку в каком-то месте смотрю просто думал ну вот надо какого-то местного как я знаю где какой завод где медь где что да вот и изменяюсь эти комары и не только кусаются вот значит и что я сделал я короче в каком-то микрорайоне остановился мужика подобрал говорю слушай мужик короче дело есть хочешь там заработать я скупаю медь и в россии то же самое там было даст он там скупка меди все все там это цветные металлы ну и латвия и литва эстония россия везде это все было вот и я говорю мужику давай зарабатывать деньги надо где-то что-то достать он по моему такой который выпивал и значит мне такой типа нужен был я тогда бога не знал иисуса не знал и короче только украсть украсть да что-то и продать говорю давай узнай где можно меди меди надо меди ну мужик следующий день он дал телефон какой-то свой и и короче я раз аппарат нашел микрорайоне и звоню ему там вася петя слушай это я ну как насчет меди он говорит слушай все узнал едем есть место короче прыгнул микроавтобус мой и погнали короче каком-то месте у завода какого-то оставили там какой-то сельская поляна ну поляна поближе к забору ну и короче просто смотрим есть забор потом куски забора нет потом опять есть забор потом опять забора нет а что мы и огромнейший завод такой знаете как территория там не то что там брусчатка виллажена в те годы там все было трава заросшая кусты туда-сюда в общем мы оба идем в наглую в наглую да а и тогда у меня не было еще аварии я должен сказать что потом я попал в аварию и у меня был перелом левой ноги нижней части открытый перелом и сейчас я всю жизнь хромаю и принципе проблемы у меня с левой ногой и срослось кости неправильно я был выпивший потом другой раз расскажу какая страшная авария вот и короче а до этого я мог бегать и все здоровьем было окей и короче мы идем по этой территории там люди какие-то ходят и мы не обращаем внимание я конечно тоже не был же вкусе в костюме я тоже в каких-то там брюках джинсах не помню ну короче так скромненько и он такой как бомж похож и мы идем по этой территории потом что тут какие-то цеха какие-то вороты двери что-то там чего и как-то мы заходим и тогда конечно сами понимаете 90 год не камеры не и ничего не как и короче что-то там туда-сюда ну все равно какие-то охранники или сторожа или какие-то люди местные в общем не знаю что то что то пошло не так и ситуация была такая я даже не помню успели мы в этом цеху мы зашли и там действительно заводы что-то токаря там точили короче какие-то детали заготовки в общем было медь медь пруты и прутки было это все дело да ну и что и мы хотели вообще ну типа украсть я так понял это думал что он с кем-то там договорился и там кто-то при вынесет и продаст у забора а нет нам пришлось прямо на завод зайти типа воровать и было такое дело что до давно это было многое что я забыл но факт такой помню что кто-то что-то нас увидел и начал за на за нами ну что-то там и мужики что там чего там ну типа такого а мы что а мы что начали убегать потому что ну понимаете сами если бы нас поймали он-то местный ладно я не знаю а я прикиньте латыш с латвии приехал у меня двойное дно бусику мне можно сказать уже такой контр автомобиль контрабандиста да ну в общем вот это одно из такое если кто-то скажет вот расскажи как тебе бог ну спас дай какую-то нам историю и я считаю что это бог спас потому что ребята мы могли попасться и но не знаю мне кажется что мы какой-то кусочки пруточки захватили с собой и при нас было там какие-то пруты меди не знаю но в общем факт такой что начались за нами погоня и короче что было помню я бежал как говорится где глаза глядят и бог это точно бог меня грешника ввел на правильную какую-то тропинку потом я с этой тропинки попал там через забор в эту щель и выбежал опять на эту на площадку тому ну короче выбежал и потом не помню где как что и дошел до микроавтобуса нашел сориентировался и посмотрел что за мной ничего никто не гонится и короче все а тот мужик пропал я остался еще один день в москве надежда что-то ну я же не могу тысяч километров приехать и ничего не привести что за этим там топливо все туда-сюда расстояние машина амортизация все же да в общем я ему позвонил через день на этот телефон на утро вот и мужик рассказал что его забрали арестовали не помню там держали что там чего ну короче выпустили отпустили но в любом случае у нас были вот такие неприятности так что так что вот такая попытка была в россии украсть цветной металл ну хотел так купить у кого-то но мужик готов пойдем вместе заберем то есть понимаете я дуры дурачок тоже но давай на халяву идем заберем за город завод конечно огромнейший друг друга то там может не знают но как-то нас по чикали что мы там что-то чужие чужие там в этом да и по моему наглую в цеху подошли к каком-то металлическому там контейнеру где заготовки оттуда начали брать по моему ну вот из-за этого нас и увидели что так нагло кто-то хотел своровать но вот такой эпизод у меня воровство меди в москве